Кутлумужская рукопись Другой не менее примечательный текст пророческого характера, ранее датировавшийся 1053 годом, был найден в монастыре Кутлумуж на Святой Горе. Он содержит 24 предсказания, большинство которых к настоящему времени также исполнилось. Первое. Великая Европейская война. Второе. Поражение Германии, катастрофа России и Австрии. Третье. Торжество эллинов над агарянами. Четвертое. Поражение эллинов от агарян, поддержанных народами Запада. Пятое. Избиение православных. Шестое. Великое смятение православных народов. Седьмое. Вторжение иноплеменного воинства со стороны Адриатического моря. Горе всем живущим на земле. Готовый ад. Восьмое. Кратковременное появление агарян великого мужа. Девятое. Новая Европейская война. Десятое. Союз православных народов и Германии. Одиннадцатое. Разгром французов немцами. Денадцатое. Восстание индусов и отложение Индии от Англии. Тринадцатое. Умоление Англии до собственных пределов. Четырнадцатое. Победа православных и избиение агарян. Пятнадцатое. Сибирное замешательство. Шестнадцатое. Повсеместное отчаяние на земле. Семнадцатое. Борьба семи держав за Константинополь. Тридневное взаимоистребление. Победа сильнейшей державы над шестью остальными. Восемнадцатое. Союз шести держав против победительницы. Новое тридневное взаимоистребление. Девятнадцатое. Прекращение вражды Божьим вмешательством в лице Ангела и передачи Константинополя Эллина. Двадцатое. Обращение латинян к непререденной православной вере. Двадцать первое. Распространение православной веры от Востока до Запада. Двадцать второе. Ужас и трепет, внушаемые ею варваром. Двадцать третье. Отрешение Папы от духовной власти и поставление единого патриарха для всего европейского мира. Двадцать четвертое. На пятьдесят пятый год окончание скорбей. Седьмое лето. Нет окаянного, нет изнанника, ибо он вернулся в объятия матери своей, в очадах своих веселящейся. Сие да будет, сие да совершится. Аминь, аминь, аминь. Аз, езнь, альфа и омега, первый и последний. Конец. Единая истина православной веры стада. Раб Христа истинного Бога.